Фамилия Чарльза известна каждому школьнику и студенту. Его научные труды пролили свет на человеческое происхождение. С самого детства Чарльз Дарвин был влюблен в природу. Еще тогда он интересовался естественной историей и даже коллекционировал бабочек, минералы и раковины. Значимым событием в его жизни стало знакомство с профессором-ботаникой Джоном Стивенсом Генслоу. По одной из версий, именно благодаря дружбе с этим влиятельным ученым, Чарльз отправился в 1831 году в кругосветном путешествии на корабле Бигль. Почти 20 лет после путешествия Дарвин осмысливал исследовательские материалы, втайне развивал свою историю, но скрывал ее от консервативных клерикалов. Его утверждение о том, что жизнь на Земле – это дело рук природы, а не божественного вмешательства, вызывало с их стороны бурную реакцию. Чарльз Дарвин говорил, что верить в эволюцию тогда было все равно, что признаться о убийстве. Можно сказать, что теория Чарльза Дарвина является основой современной теории эволюции. И на сегодняшний день следует признать, что, наверное, все попытки антидарвинистов как-то ее опровергнуть, они не увенчались успехом. И теория Дарвина показывает, в общем-то, свою правоту. Хотя иногда ставят параллель между теорией Дарвина и теорией эволюции, это не совсем так. Потому что теория Дарвина – это только часть эволюции. И в эволюции есть множество разнообразных тем, которых Дарвин не касался. Самой значимой работой, принесшей Дарвину популярность, стала опубликована в 1859 году книга «Происхождение видов путем естественного отбора». В этой монографии Дарвин утверждал, что формы жизни являются результатом не деятельности разумного творца, а изменчивости наследственности естественного отбора. С появлением эволюционной теории, тот пробел, который раньше занимала собой вера в создателя, мог быть заполнен научным объяснением. Теория эволюции завладела у мамы многих ученых, которые начали применять ее ко всем отраслям знания, вплоть до истории и психологии. И несмотря на то, что с времени появления теории эволюции прошло уже почти полтора столетия, все это время научная дискуссия развивалась, адаптировалась и видоизменялась. Она по-прежнему не прекращается. «Когда пытаются спорить с эволюцией, начинают ругать Дарвина. Но его теория действительно объясняет многие процессы, достаточно логично, которые происходят в природе. И спорить с естественным отбором достаточно сложно, потому что многие процессы получения новой информации, они происходят через путем проб и ошибок, фиксации удачного варианта. И в этом нет ничего необычного». Согласно теории, в результате случайных изменений в геноме увеличивается разнообразие внешних признаков и свойств организмов. В борьбе за выживание с большей вероятностью остаются особи виды, которые унаследовали от родителей черты, подходящие для конкретной среды. В то время как менее приспособленные погибают. Поэтому естественный отбор обеспечивает постепенное улучшение адаптации живых организмов к их окружающей среде. Также из своих наблюдений Дарвин заметил сходство между видами по всему земному шару. Из этого он сделал вывод, что все произошли от общих предков. «Начинается все с изменчивости, как и говорил Дарвин, но в основу он ставит неопределенную изменчивость, которую на сегодняшний день мы называем мутационной изменчивостью. И далее мутационная изменчивость создает у нас разнообразие в популяции. Затем в популяции рождается большее количество организмов, чем способно выжить. Они размножаются в геометрической прогрессии, им не хватает для существования продуктов питания, среды. И, соответственно, в итоге между ними возникает борьба за существование. Часть организмов в этой борьбе погибает и в итоге остаются победители. Вот, собственно, на этом и настроена идея естественного отбора. То есть кто-то побеждает, кто-то проигрывает». Во времена Чарльза Дарвина теория не получила должной поддержки. Но в середине 20 века были открыты гены и хромосомы, которые во многом объясняли механизм передачи новых признаков Увида. С появлением новых данных теория Дарвина стала называться синтетической теорией эволюции. Она учитывает гораздо больше факторов, влияющих на эволюцию, а не только на классическую триаду – наследственность, изменчивость и естественный отбор. Карина Саяхова, Кристина Отсёкина, Николай Асуховский. Универ Новости.